Привет! В своих предыдущих роликах я показывал, как сделать UI-анимацию с помощью обычной системы частиц и плагина. Но есть способ куда проще, это использование спрайтов. Пример вы можете увидеть на экране. Вот этот эффект поближе, и он зацикленный. Я вам покажу, как сделать его с самого начала и до конца. Первое, что нужно сделать, это зайти в Photoshop, выбрать Shape и создать простой квадрат. Далее этот слой нужно растилизовать и сделать внешнее свечение. После этого нужно создать еще одну маску. Для этого нужно выбрать градиент. Тут вы можете, кстати, поэкспериментировать градиентами, а можете выставить настройки так же, как и у меня. После этого нужно этот градиент скопировать еще один раз и перевернуть его на другую сторону. Эта маска будет использоваться для линий, которые проходят по всей картинке. Еще нужна одна текстура для маски. Для этого нужно создать новый стой и поставить по центру две таких точки и сохранить это. На выходе у вас должно быть три таких текстуры. Саму анимацию проще всего сделать в After Effects. Для этого нужно создать новый проект, потом создать новую композицию. Я выбрал расширение 512 на 512, но можно и меньше. Фреймрейт вставил 8, и так как время самой анимации 2 секунды будет всего 16 фреймов, то есть 2 на 8. И эти текстурки нужно импортировать в этот проект. Теперь можно приступить к созданию анимации. Сначала нужно притащить вот такую текстуру свечения по краям и выключить ее видимость, нажав на глазик в левом углу. После этого притащить еще одну текстуру градиента. И тут ее нужно развернуть на, допустим, вот на 217 градусов, где-то вот так. И вытянуть ее по краям. Само собой, ее нужно в начале анимации перетащить за пределы картинки. И поставить скейл вот галочку вот здесь. После чего нужно переместиться на конец таймлайна и вот тут сделать ее скейл максимальный. Ну, не максимальный. Главное, чтобы центр градиента уходил за пределы второго конца. То есть вышла вот такая анимация. Но это не все. Так как она должна быть, должна повторяться, тут нужно изменить ее прозрачность. То есть в центре анимации, вот на одной секунде, это будет восьмой фрейм, нужно выставить opacity 100%, а в конце нужно выставить прозрачность на 0%. То есть выйдет вот такая анимация. Но, как видите, анимация происходит по всей картинке, а нужно, чтобы она была только по краям. И тут уже на помощь приходит вот эта первая картинка. Нужно перемножить вторую картинку с первой. То есть нужно выставить LumaMate. И вот есть такая анимация. Но мне кажется, что этого недостаточно. И давайте еще добавим немного частиц. Сначала нужно создать новый слой. Для этого тут создаем, то есть кликаем в этом окошке, создаем New Solid. Но главное, чтобы стоял черный цвет. И переместить его вниз, под вот эти все анимации нужно. Вот. После чего сюда нужно добавить эффект CC Particle System 2. Выставить... Вот видите, тут такие частицы появляются. Но нужно тут поэкспериментировать с настройками. Burst Rate нужно выставить где-то на 0.1. Время жизни будет пусть 1.5. Так как сама анимация 2 секунды, время жизни должно быть меньше. Физику желательно отключить, потому что частицы должны быть статичные. Вообще можете экспериментировать. То есть включить им скорость. Но я, в моем случае, я отключаю и скорость, и гравитацию. То есть они вот стоят на месте. В Producer'е я выставляю радиус на максимум, чтобы частицы появлялись по всему квадрату. Вот видите, они такие мелкие. Так. И тут в партиклах нужно изменить line на что-то другое. Можно выбрать и квадратики, и точки, но я предпочитаю три полигона. Вот вы видите цвет вот этих три полигона, желтый. Но желательно, чтобы цвет был белый. То есть белый цвет можно сменить на любой в Unity. Размер мне кажется маленьким, поэтому я вот тут немножко его добавлю. Не, точка пять. О, нет, это уже большой. Пусть будет где-то вот такой размер. И размер частицы, когда она умирает, должен быть ноль. То есть они в конце жизни должны быть максимально маленькими, чтобы плавно исчезать. Size variation пусть будет 40. Небольшой такой. И вот есть такая анимация. Но, как вы видите, эта анимация не зациклена. Ее нужно зациклить. Для этого, так, частицы, кстати, появляются по всей площади. Поэтому сначала нужно их ограничить. Для этого, как раз таки, и нужна самая первая, третья по счету, которую я делал, текстура точки. Ее нужно переместить перед самими частицами и отключить видимость. И тут нужно выбрать Luma Inverted Made. И частицы не будут появляться в центре. После чего саму анимацию нужно переместить в начало. Вот так. И вытянуть ее еще на одну секунду. Вот. После чего нужно выбрать вот эти два слоя. И скопировать их еще раз. Пятый слой трогать вообще не нужно. А нужно работать с вот этим слоем. Копировали... То есть я копировал вот этот слой чисто для того, чтобы сделать зацикление. Теперь снова нужно переместить этот слой в конец. То есть вот так. Тут поставить прозрачность на 0. То есть на 100%. И тут прозрачность нужно поставить на 0%. И выйдет вот такая зацикленная анимация. Теперь эту анимацию нужно сохранить. Для этого нужно нажать на клавиатуре Ctrl M. Тут выставить в этом новом окошке тип RGB плюс альфа, чтобы сохранить прозрачность. И вместо ави выставить на NGA секвенцию. И выбрать папку, куда это все будет сохранять. Можно сохранять в дополнительную папку, но я буду без дополнительной. И нажать кнопочку Render. Анимация обычно вот такая быстренькая и с маленьким расширением. Рендерится достаточно быстро. И вот что вышло в итоге. Такая вот анимация. Срендерную анимацию нужно переместить в Unity. И для всех картинок анимации нужно выставить тип Sprite 2D. И выставить максимальный размер. После чего нужно создать компонент Animation и Аниматор. Перейти во вкладку Аниматора и добавить сюда эту анимацию. После чего нужно в канвасе создать компонент UI Image. И тут нужно убрать картинку, чтобы тут не было никакого спрайта. Тут стоит дефолт, так что ладно. Тут можно выбрать вот самый первый кадр. После чего нужно добавить компонент Аниматор и перетащить аниматор с папки. Перейти во вкладку Animation и добавить свойства Image Sprite. Нужно, чтобы это окно было отдельно от компонента с картинками, потому что эти картинки нужно переместить в сам аниматор. Вот. И конец анимации нужно перетащить в конец самой последней картинки. И вышла вот такая вот анимация. А чтобы в игре эта анимация проигрывалась не так быстро, в самой анимации, которая в аниматоре, нужно выставить скорость чуть меньше. Вот, допустим, 0.4. И в игре она будет проигрываться медленнее. На этом с эффектом все. Еще перед этим некоторые люди меня просили показать, как я рисую иконки для моих спецэффектов. Поэтому фоном я в скорой перемотке включил видео самого процесса. Спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА